Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и наверняка вы помните такую компанию, как Nintendo Russia. Наверное, вы не знаете, но её возглавлял Яша Хадажа, который родился во Франции. Как француз попал в Россию, почему именно француз возглавил Nintendo Russia, про это вы сегодня узнаете из нашего с ним интервью. Но самое интересное случилось потом, когда Nintendo в 22-м году ушла из России, Яша решил остаться. Ну, у него семья, естественно, дети. Яша решил продолжать радовать людей видеоиграми. Организовал компанию Ачивка и теперь продаёт на территории России игры не только для Nintendo, но также для Xbox и, конечно же, для PlayStation. Какие игры лучше всех продаются, в каком состоянии находится игровой рынок, об этом вы, конечно же, сегодня узнаете. Ну, так же, как мнение Яши Хадажа по поводу происходящих событий. Ну и самое главное, самый животрепещущий вопрос, который мы не могли ему не задать. Раздражают ли его, как у рождённого француза, наши глупые шутки про Жана и Мишеля? В общем, наслаждайтесь, дорогие друзья. Интервью немаленькое. Первое. Как вы видите сегодня игровую индустрию в России? Что она собой представляет? Ну, есть два разные части мира видеоигр в России. Есть, естественно, все иностранные товары. Это на что мы отвечаем особенно, и что мы возим. Это PlayStation, Nintendo, Microsoft, но тоже Steam Deck и другие. И Steam Deck тоже. Да, и Steam Deck, и Lenovo, и Legend Go, и кушай-кушай другие тоже аксессуары, мышь, Razer, Logitech, наушники. Короче, все, что касаемо гейминга и все, что ожидает геймер получать, они любят качественные продукты. Есть много брендов, которые они любят и хотят. Значит, мы их возим в другой стол. Ну, конечно, есть российские видеоигры индустрии, где есть геймдев, есть полное окружение, есть ваша, собственно, стор для цифровых. Мы цифровые вообще не занимаемся. Короче, мы видим все это, и это отлично. Я вижу просто индустрию фильмов. Я вижу, насколько три или четыре года назад было только американский фильм. Да, да, да. По очереди очень мало большой русский фильм, а теперь у вас есть то же самое или высшее, посещаемое количество людей, которые идут в кинотеатр, но они смотрят русский фильм. Я думаю, что очень круто для актера, для индустрии фильм, русский фильм. Я считаю, что это отлично. Это шанс развивать вашу собственную индустрию. И в игровой индустрии то же самое, насколько я понимаю, мало денег. Очень мало денег сейчас. У разработчиков их практически нет, да? Да, понимаю, что это сложно. И я понимаю, что поддержка получать не так просто. И я понимаю, что есть много русских разработчиков, которые только с 10 пальцев компьютера попробуют создать что-нибудь. Значит, я их желаю удачи реально. Ну, на самом деле я хотел задать вопрос на французском. Вот, поскольку знаю, что вы из Франции, да? Да, да. То есть вопрос о ситуации с Россией должен был звучать немного по-другому. Мы в Диеме? Или все-таки есть надежда, что мы выплывем когда-нибудь? Ну, я не знаю, куда это все идет. Я обычно не стрессую на все, что у меня нет импакта. Очень много всего идет в мир, у нас ноль импакта. Значит, стрессовать за это, я это не делаю. Я попробую фокусировать, моя маленькая команда фокусирует это, развивать наш бизнес и принесет больше товаров. Есть еще очень много всего, которое надо делать, чтобы предоставлять все. Например, это мы начинали в апреле предыдущем году. В предыдущем году мы возили только большой ААА. Вот только в этом году мы начинаем возить все. Ну и давайте вернемся к Франции. Дело в том, что вы там родились, выросли. А почему вы решили внезапно переехать в Россию и здесь начать свою жизнь? Ну, в первую очередь карьеру, а потом уже все остальное. И почему я выгляжу как индус в Пакистане, я могу тоже объяснить. Мой отец из Тунижи, он была преподавательницей, и моя мама тоже преподавательница, и они встречались во Франции. И вот я родился во Франции, я учил в не очень богатый район, в пригород Парижа, а там был коммунист, мэр был коммунист. Это назывался в это время «красный ремень Парижа», потому что все мэры бедные города, округ Парижа, были коммунисты. И это вправо мэра выбирает язык, который ты учишь в школе. Они всех представляли русский язык. И я начинал учиться русский язык, потому что было 45 детей в класс для испанский, итальянский, мне не понравился немский язык, да, и результат я выбрал русский. Русский нам было 10 человек, шикарно, очень комфортный, вот, и я начинал учиться русский язык так. Но русский очень сложный язык, считается одним из сложнейших языков. Ну, а немецкий очень простой, на самом деле, при изучении. Не знаю, там... Он звучит, конечно, не очень весело. Мне не всегда понравилось, как звучит русский язык. Когда ты говоришь по-русски, ты чувствуешь гордость. Ну, есть какой-то, не знаю, может быть, когда я услышу испанский язык, может быть, я хочу чуть-чуть танцевать или попить. Ну, для меня русский язык — это гордость, мне очень понравился этот язык, я продолжал учить. И оказалось, что очень мало людей говорил по-русски во Франции, и я начинал мою карьеру финансом, в банке. В Санкт-Петербурге? Нет, нет, в Санкт-Петербурге я работал для министерства иностранителей, французского министерства иностранителей, очень много, 6 лет. В рамках этой работы они меня прислали 4 месяца в французский консульство в Питере. Это был первый раз в России. Ну, и как контраст между Парижем и Питером? Ну, культуральный шок был, понятно. Я пришел летом, Питер, это было в 21-м году, это не... да, уже давно. И, ну, мне очень понравился город, конечно, очень большая разница. Это так недалеко, да, Париж, Санкт-Петербург — это, не знаю, 3,5 часа на самолет, когда есть прямой рейс. И, да, мне очень нравится, конечно, людей... ну, это был другой мир уже в этот момент. Тоже были эти киоски, где была вся музыка на диске P3, которую ты можешь купить. Я помню, что моя первая покупка была интеграла, вся музыка YouTube, потому что в Париже это стоило просто космос, да, а здесь 60 рублей ты можешь купить на диске, вот. Значит, мне очень понравилось, я возвращал потом в Москве несколько раз на командировку для разной работы. И потом, естественно, когда, ну, 2-3 года после я начинал работать в банке, они решили открыть филиал в России и искали французский гражданин, русского гражданин, и, похоже, что было мало. Вот. Я пришел в Россию так. А как потом повезло устроиться в Нинтендо Рассе? То есть это вот компания Нинтендо искала, кто вызовется, и нам нужен француз. Ну, это смешная история, кстати. Секундочку. Я не работал долго в банке, я не очень большой фанат банка. Я не очень большой фанат, что цель, это что тебе поток денег утром и вечером тебе надо больше поток денег, это не мое. Я это понял быстро, и я работал как финансовый директор в компании, которая занимается подбором персонала, британская компания. И там обращал Нинтендо, чтобы нанять на аутстаффинг 2 сотрудника. А я тоже как финансовый директор отвечал на все документы по аутстаффинг. Я нанял эти 2 женщины на работу, да, и начинал общаться с юристом Нинтендо, ну, обычный документ, счет и так далее. И в какой-то момент юрист мне сказал, мы ищем гендир уже не знаю сколько месяца, и мы не можем найти, ваш консультант надо нам предоставить больше кандидатов. Пожалуйста, попробуйте давить на консультанта, чтобы он ускорит процесс. Я сказал, хорошо, но я не в теме, ну, подбор персонала, я в финансе, пришлите мне в job description, чтобы я понимаю, я могу общаться с консультантом. И я вижу job description, да, и там написано, что надо быть гендиректором, но тоже отвечать за финансы, да, потому что изначально я хотел человек, который можешь обе, который можешь открыть компанию, все строить, да. И я общался, я был в процессе уже уходить из компании, я общался с ними, я сказал, вот я хочу быть кандидатом на эту позицию, и они сказали, пожалуйста, это плюсы для нас, да, и я пошел процесс интервью с ними, в Zoom, ну, это не было в Zoom, это какое-то другое, Skype, и потом в Германии. И вот они меня взяли на работу, я был первый, ну, самый молодой гендир в их, но я только маленький гендир филиал, да, я не президент, я не, ну, руководитель, ну, я просто гендир филиал Nintendo был, вот. А какие обязанности они возложили сразу? Ну, первое, мы открыли представительство, и они мне сказали, я же, у нас дистрибьютор в России, нам надо понимать там, что происходит, да, потому что продажи не очень сильно растут, мы лидеры на столько рынка, в России не очень. Надо понимать, что происходит. Я первый день, мой первый день в компании был 1 октябре 2016-11 году. Я пришел утром в их офис, там был микроскопический офис пустый, да, два стола, один большой RG45 кабель от сервера на какой-то комп, и сказал, вот твое рабочное место. Сказал, окей, и они мне сказали, но сегодня нет времени, это первый день игромер, надо идти в Крокус. Сразу же на игромер, да? Я сказал, окей, я вообще ничего, а я, я сказал на интервью. А вы до этого играли в компьютерные игры, или вообще в видеоигры? Я последний раз играл, мне было 12 лет на Game Boy, это просто, значит, ничего не знал. Вот я пришел на игромер, смотрел, и я всегда помню, было магазином, я начинал смотреть, это было 3DS. И я смотрю, просто, потому что мне просто любопитно. И человек мне сказал, у вас есть вопрос по Nintendo, я сказал, вы знаете, я новый гендер Nintendo, сегодня мой первый день, значит, я просто смотрю. Он сказал, а, и он внезапно взял цены, снял, да, это было 15,999, и менял на 13,999. И тут вы поняли, почему Nintendo так плохо дела идут в России, да? И тут я понял, что уже что-то не так, да, что-то странно, там продавец уже меня стал. Я встречал все в индустрии, я встречал все директоры, все дистрибьюторы, я три месяца просто встречал всех. Услышал, контактировал с МИ, попробовать понимать, что происходит, почему бренд не популярный вообще, почему вы продаете сотни миллионов, а в России почти ничего, и почему 3DS, 3DS, это было... Это был суперфит, да? Когда начинали продажи в России, это было несколько штук, это было... И я... трудно понимать, да? Вот я изучал все и понял, что в первую очередь надо не быть представительством, но ООО, надо включить договоры с другими дистрибьюторами, больше крупными, больше сильными, и четко контролировать ввоз, цены и так далее, чтобы дистрибьюторам есть возможности, да? Когда я скажу цены, я объясняю, что дистрибьюторам надо получать хорошие цены изначально, чтобы продавать ритейл. Но у Нинтендо же до сих пор дела идут не очень хорошо, насколько я знаю, потому что в российском игровом сообществе есть предубеждение, что игры Нинтендо детские. Детские и дорогие. Поэтому очень сложно. Вот ты вроде, ну я как на месте блогера, да, то есть уже пытаешься рассказывать. Зельда прекрасная игра, Супер Марио отличный проект, пожалуйста, поиграйся. Да ну, что-то ты загоняешь, что-то никто... Очень сложно переубедить людей. Мы... Ну я чуть-чуть ускорю историю. Мы начинали сам дистрибьютировать, значит, ОНИНТЕНДОРУ начали сам дистрибьютировать в 2014 году. У нас было 0.2% в доля рынок в 2011 году, 3% в 2014 году, 10% в 2017 году, 18% в 2018 году, и в 2022 у нас было 35% в доля рынок. Это объем в деньгах. Ну, штуками, физические игры, мы были далеко в период Microsoft, ну... Ну, Microsoft, понятно, да. И PlayStation была первой, но тоже в консоли, в количестве консолей. А ну, потом, я... Я считаю, что надо вкусно для всех. Нинтендо — это не только детские игры. Это тоже великолепный JRPG. Ну, есть реально вкусно для всех. Есть уникальная возможность играть, которая не дает, естественно, домашний консол. Я считаю, что больше выбор лучше для игроков. Потом, по поводу цены... Ой, что я могу сказать? Постоянно люди говорят, ну, вот хотелось бы поиграть, но это же платформер, который стоит сколько там, 5 тысяч рублей или сколько там в определенные периоды. Людей откровенно жабу душило. Ну, Nintendo продает то же самое цену, чем остальные. И продает то же самое количество или больше. Почему их надо обходать меньше, если они обходают... Не, ну, есть ответ, есть ответ. То есть, есть PlayStation, там выходит God of War, у него вот такая вот графика. Там бегает лысый мужик, который рвет противников на части, вокруг кровища летит, да? Ну, ты смотришь, ну, я говорю с позиции человека-покупателя, да? Ну, взрослая игра, стоит своих денег. Смотришь на Super Mario, ну, вот этот водопроводчик, он такой веселый, кажется, хорошо, но те же деньги стоят, что и вот этот вот взрослый лысый мужик, который там отрывает богам бошки. Если Михаил был здесь, я думаю, что он тебе скажет, что у каждого игрока есть его собственная оценка, что он ожидает для таких денег. Ты ожидаешь график, ты ожидаешь 60 фпс, ты ожидаешь мощное что-то. Есть другие, которые ожидают просто абсолютно разные геймплей экспериенсы, разные возможности играть, разные приключения. Значит, у каждого свое, и люди, которые купят Nintendo, это потому, что их нравится. Например, я систематически куплю игры Nintendo, которые я могу играть с моими детьми. Kirby, да? Что касается меня, меня не нужно убеждать в стиле Nintendo. Я обожаю игры Nintendo, всегда привожу всем пример, но вот это вот сломать, вот, кажется, вот стоят люди, ты им объясняешь доходчиво, четко, что Zelda это лучшая игра в открытом мире, пожалуйста. Но, тем не менее, многих удалось переубедить. Насколько я понимаю, продажи постепенно росли, все было хорошо, удалось уже завоевать аудиторию. Более того, я сегодня встречался с отдельными журналистами, которые говорили, что играют только, уже только на Nintendo, показывали мне свои 3DS, там со своими играми показывали Nintendo Switch. То есть, все, у этих людей вот есть MacBook, на котором они работают, и есть Nintendo для того, чтобы наслаждаться какими-то играми. И зашел разговор в том числе о том, что, к сожалению, огромное количество наших разработчиков сегодня, в это тяжелое время, не изучают игры Nintendo для того, чтобы понимать, за счет чего у них такая популярность, что такое геймдизайн на самом деле. Потому что многие разработчики почему-то уверены, что красивую картинку ты сделал, и это уже полработы. Но в то же время, когда ты изучаешь игры Nintendo, там же столько всего сделано, вот ты начинаешь разбирать каждый отдельный уровень, и вот буквально как математика перед тобой возникает. Но по поводу работы в Nintendo, у них были какие-то специфические корпоративные правила, которые удивили? Вот когда вступил на должность, все-таки представитель компании, как ты должен соответствовать? Честно, я начинал мою карьеру, я работал для француз, потом я работал для британских, я работал для американских тоже. Мне очень понравилось работать для японских. Эти люди, они думают долго раньше принять решение. Есть очень много, я уверен, сотрудников компании, которые, ну, Nintendo, в мире, которые будут тебе сказать, что все медленно. Ну, они долго принимают решение, но когда не принимают, все, идем в период. И они реально, это очень, японские компании одновременно есть полный иерархический систем, где все боссы до финального босса надо подтверждать. Но одновременно до его подтверждения есть обсуждение между всех руководителей и коллегами, чтобы все согласны это сделать. Значит, это очень демократически в одну сторону, в другую сторону все равно централизировано. Это очень интересный подход. Они мне дали много свободы, чтобы строить рынок, чтобы я спросил много локализации. Иногда без гарантии, что количество будет, да? Ну, насколько я знаю, благодаря вам, в том числе, появилась русская локализация, наконец-то, в играх Нинтендо. Благодаря Нинтендо. Моя работа, это спросить. Если свина, это не сидит и сказать, ой, чтоб квартира не хочет. Нет, конечно, надо лоббировать. Надо лоббировать, надо объяснить, надо сделать презентацию, надо каждый игр, который ты знаешь, что есть потенциал, да? Надо объяснить, почему, надо объяснить, какой цель, надо объяснить, что эта цель 5 лет, 10 лет. Ну, когда мы первый раз обсуждали локализацию Animal Crossing, ну, ты представляешь объем работы, чтобы локализировать игры такой, надо объяснить. Когда ты в стране, где мало казуальных игроков, и объясняют, что ты строишь рынок за 10-15 лет, чтобы строить новое поколение геймеров, которые сейчас, 12, 13, ну, которые надо сейчас привыкать играть на Нинтендо, вот, это работа, но это, ну, каждый гендерн, каждый филиал, надо это сделать. А удалось ли в процессе работы побывать в Японии, возможно, пообщаться с представителями? Конечно, они нам приглашали в Японию часто, мы пошли в Киото, на яшка, в Фаркиры, это, конечно... Ну, а впечатление от Японии потом? Насколько я знаю, так и попадаешь как будто на другую планету. Да, есть два мифа по Японии, которые, когда ты придешь туда, это первый шок. Первый, не все новое. Такси суперстарые, ну, много всего, ну, они, как они первые в индустриализации, да, пришли, сейчас они уже, ну, они не все заменили, значит, очень много старых машин, например, очень много кэш, оплата. Ага, до сих пор? Да, до сих пор. Никто не говорит по-английски. Ну, до, я помню, ресепшнист, гостиница, не говорит по-английски. А как тогда? Их есть бумага, все написано на английском, да, типа, вот, пожалуйста, прочитай. Вот, это было, конечно, вот. Но они, это интересно, они даже строили систему, знаем, что никто не говорит по-английски. Например, ты придешь, чтобы взять поезд, терминально на японский. Но есть человек, который стоит, который говорит три слова на английском, и который тебе скажет, куда, where do you want to go? И потом сам для тебя закажет билет, и тебе скажет, вот, put your card here, и все. Да, 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 понятно. На место локализировать терминал. Вот, значит, нет, это, нет, Япония, это, да, это специфический мир. И Нинтендо, это такое большое здание, полное белье внутри, это... Ну, одна из крупнейших игровых компаний, в принципе, в мире, естественно. А после того, как игры начали уже более-менее хорошо продаваться в России, вот, допустим, на 17-й год, ну, или там, 22-го, какие игры показывали наилучший результат, вот, которые были приняты лучше всего нашей аудитории? Ну, на Switch, это, естественно, первый Zelda, Breath of the Wild. Второй, это была Mario Odyssey. Animal Crossing прошел в третий, даже если он выпущен в 20-20, но тоже на время пандемии, и продажи очень быстро прошли на третье место. Четвертый был Pokemon, Sword and Shield. Особенно была на четвертом или пятом месте, вот. Astral Chain была в топ-10. Да. Теперь по поводу региональных цен. Много раз поднимался этот вопрос, потому что для России это очень важно. Потому что у нас очень популярен Steam, как раз-таки из-за того, что есть региональные цены, соответственно, игры ты покупаешь не по полной цене, а в два, а то и в три раза дешевле. И поднимались вопросы, а почему консольные, вот, платформодержатели не сделают так же, вот, отдельно для данного региона включить региональные цены. Похожая тема, насколько я знаю, я могу ошибаться, но эта тема недавно поднималась в новостях, есть в Аргентине, где компания Nintendo долго, как бы, игнорировала эту ситуацию, но, по-моему, там-то были региональные цены, или из-за того, что у них постоянная инфляция, и они не успевали эти цены повышать. Но, тем не менее, для некоторых регионов существуют такие вот поблажки, не привязанные конкретно к курсу евро. Например, в Польше в злотых дешевле было, чем в российских рублях здесь покупать. В цифре. Alors, первый, ну, ты знаешь, что главный, который делает региональные цены, который официально, это Sony. Окей. Ну, не надо думать, что все эти большие корпорации, они это делают, потому что они хотят расти, продаж в одной стране, потому что цены, или зарплата ниже, и так далее. Это полный, и только для контроля цены, и контроля движения товара. Это все. Они хотят абсолютно полный контроль. Nintendo, наоборот, никогда не был региональной цены, и никогда не контролирует, куда товары идут. Они возим к стране, где они имеют представителей, их есть тоже дистрибьютор, и они попробуют покрывать большой часть мира через дистрибьютор, особенно там филиал, там очень мало. Нету никаких филиалов в Латинской Америке. Один дистрибьютор для всей Латинской Америки, а потом, естественно, в сторону цифровой, которая самая видна. Надо понимать, что менять цены вообще на какой-то store, PlayStation, Nintendo, неважно, Xbox, это огромная работа, огромная трата денег для компании, да, потому что огромное количество, надо все проверять, и менять цены, это не только, я открываю компьютер, вот 60, теперь 70, потому что курс менял. есть много страны, где валюта просто меняет очень быстро. Да. И в России у меня была возможность спросить изменения цены по курсовой разнице, не больше, чем один раз в год. А, естественно, мы спросили, когда курс был самый лучший, мы сказали, смотрите, ниже курс меняете, они меняли. В этом моменте я не слышал никакие жалобы, да, по цене на еще. А потом, естественно, когда курс снижен больше, а, ну, цены на еще были фиксированы уже за год, все сказали, вот, супердорого, и так далее. Ну, естественно, это была курсовая разница фиксирована на евро, потому что мы были в группе Европа. Да, да, да. Вот, все. Физический товар всегда, цены были всегда, цены, которые мы купим у штаб-квартиры, логистика, да, госпошлина, НДС, и все. А сколько человек, в принципе, находилось в российском офисе Нинтендо Роша? Около 25. И этого хватало? Да. Да? Ну, это же нужно было общаться с блогерами, с СМИ, там, со всеми, диски распространять, там, вот это, отслеживать. Ну, хватало, да? Да, да, да. Есть, даже было больше человек пропорциональный в России, чем в другие страны, потому что у нас со стороны поддержка в России, надо юрист один обязательно, надо минимальные два бухгалтера и так далее, вот. Значит, а в другие страны, в Европе, их один централизированный систем поддержки с помощью квартиры, значит, филиал, это меньше людей. Понятно. Значит, 25, это да, было много. А оказывалось ли помощь российским разработчикам, ну, чтобы DevKit и Nintendo Switch получить, или вопрос такой не возникал? DevKit, у нас был целый отдел в Европе, который отвечал, если их было по проблемам с таможеном, когда они прислали DevKit русские разработчики, иногда они нам звонили для помочь. Ну, это все. Все прошли нормально до 2622, они выселяли DevKit, там не было никаких проблем. Понятно. Ну, и теперь это очень некрасивая история была связана с вами конкретно, когда мы пытались в эту тему вникнуть. Я, честно говоря, даже не понял, что произошло, потому что в интернете была организована травля конкретно в ваш адрес. Да. Причем, я эту ситуацию изучил, был заведен отдельный YouTube-канал, там что-то свобода Nintendo, там Free Nintendo, вот это вот это все, где по какой-то причине там на основе какого-то маленького видеоролика, где очень плохо было вообще все слышно, и ролик был связан с тем, что видеотрансляция не шла, хотя должна была идти, и вы высказывали возмущение, внезапно началась волна конкретно для того, чтобы показать, что Яша Хадажи демон просто, вот, который топит Nintendo Russia, и которого несомненно нужно уволить. И более того, эти следы этого цифрового следа, они остаются в интернете до сих пор. Если гуглить это имя, то есть можно легко выйти на англоязычные сайты, где есть даже такие неприятные сравнения, типа Яша Хадажи, повелитель рабов, вот что-то такое даже есть. С чем это связано? То есть есть вообще намеки, кто мог организовать данную систему. Все понятно, кто это сделал и почему. Я думаю, что мы открыли офис на время launch view, и все думали, что у нас может быть 1% доля рынок, и у нас будет 2%. И никто не нам заметил. А все это время мы растили компания, растили отношения с ритейл, мы строили. И когда Switch пришел в 17-м году, мы были готовы. И мы знали, что мы будем расти очень быстро, потому что когда они нам показали Switch в 16-м году, мы знали сразу, что это будет хит. Когда я сам увидел Switch, я такой, господи, вот оно. Вот это идеальная консоль, которую в принципе можно было представить. Я, честно говоря, надеялся, что PlayStation пойдет в этом же направлении, потому что Nintendo показала им путь. А они, нет, все как раньше, пусть будет. Да, ну, есть теперь на нормальной цены портативной консоль, только Switch. Остальные, они очень крутые, но они стоят космос. Да, да, да. Вот, короче, идея, это, что, как мы были готовы, мы расти очень быстро. В 17-м, и в 18-м году. Очень-очень быстро. И я думаю, что, ну, я не думаю, я знаю, что есть другие дистрибьюторы, которые начинают переживать за факт, что, во-первых, мы продаем напрямую, не через дистрибьютор, и что мы растем, наш объем, и это дает тоже возможности ритейлера сказать, ну, мы будем, вы нам платите больше, или мы сокращаем зону, потому что, вот, Яша дает деньги тоже для зоны, и так далее, и так далее, у нас было много зона в магазине, и так далее, видение было большое. Короче, и я получил несколько сообщений, которые мне сказали, что я делаю хорошую работу, и теперь на лучшее время, что Nintendo идет через русский дистрибьютор. Вот. Я, естественно, сказал, нет, мы не сделали всю эту работу, чтобы продавать напрямую, чтобы отдавать полный бизнес как русский дистрибьютор, который будет только взять комиссию на все, что мы делаем. А все эта история прошла месяц позже. И причем атака в основном велась даже не в русскоязычных источниках, а на англоязычных. Да, цель это попробовать меня cancel. Популярная тогда тема. во-первых, это было очень модно уже в этом моменте, и второе, эти люди прекрасно знают, что человек, который решает мой судьбе в Nintendo, это иностранные руководители, которые, естественно, в западной, где люди давят в Twitter, люди принимают. А у меня было, не знаю, много блогеров, американских, британских, которые сделали целые видео по мне, насколько я демон и так далее. у меня не было права отвечать. Но компания Nintendo потом провела расследование. Кстати, что такое расследование от компании Nintendo? Там агенты в черных галстуках и костюмах заходили в офис и начинали... Нет, во-первых, взяли все имел на, не знаю, период 8 лет или что-то. Ну, абсолютно все, 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 там было больше несколько миллионов имел, да, и они отдали компанию, чтобы посмотреть абсолютно все. Особенно мои сообщения, чтобы смотреть, если я плохо пишу и так далее. Все было на сервере, они изучили это, они сделали интервью всех людей, они меня спросили, всех сотрудников. Да, они пришли, они спросили сотрудников, всех индивидуальных, задали вопрос и так далее. Они меня высылали в Германию и меня сидели в гостинице, потом пришли до комитета и 8 часов подряд они меня показали видео, задали вопрос разных людей, чтобы понимать, что происходило. Они меня спросили рассказать, почему я увольнял или почему сотрудник ушел. Все сотрудники в истории компании, да, вот, короче, они расследовали все, что они могли, да, они не, есть несколько бывших сотрудников, которые жаловали, что они не получили интервью с Nintendo, для каждой сотрудники есть причина, почему или он или она уходит или мы их увольняем. Особенно, когда мы их увольняем, это написано, почему. Да, да, да. И штаб-квартира знают. Если у нас мы разводим сотрудники, и это стало известно внутри компании, что этот человек мы разводим, потому что он или она врет, какой цель их спросить, что они думают по мне, когда я их увольнял, потому что они врут. И в итоге компания Nintendo, когда вот несколько месяцев это все сняла все обвинения. Ну, они после три месяца опубликовали, что они ничего не нашли. Это было больно для меня. Я понимаю, что юрист сказал, что надо сказать, они ничего не нашли, они ничего не произошло. Это большая разница для меня. Но, к сожалению, я понимаю их позиция. Они не могли сказать, что ничего не произошло, они просто ничего не нашли. Кроме, что я сказал, F-бомба в видео. И что это против Code of Conduct. Понятно. И это правда. Но тогда же трансляция не велась, насколько я понимаю. Или она велась? Значит, вся эта история, она очень простая. Во-первых, у нас были сотрудники, да, у нас были проблемы с этим сотрудникам, мы развели. Этот сотрудник пошел работать в наш прямой конкурент, в другой дистрибьютор. И эта команда, которая сделала стрим, это была ее друзья. и мы уже няли на работу для этой трансляции, они пришли, у нас был наш специалист, который человек очень профессиональный, который сразу пришел ко мне и сказал, они не знают, что они делают, это будет катастрофа. Он уже сразу меня предупреждал. Я пришел к ним, это видно на видео, конечно, мы не были в эфире. Конечно, это видео, это... Там же скандал начался из-за того, что нужно было пускать в эфир, а в итоге не было. Да, никто не мог зарегистрировать это видео из эфира, она никогда не была в эфире. Естественно, она получила эти видео от ее друзья, потому что это снял, но это не было в эфире. Я пришел, я сказал, что мы не в эфире. И они сказали, что нет, мой в эфире. Я объяснил, что я администратор всей группы ВКонтакте. Это... Я даже была... Эфира нет, да? Да. Я их показал, я сказал, нету, просто... И... И это прошел плохо. И что интересно, это что очень много русских людей посмотрели это видео, которые говорят по-английски, а никто не скажет, что перевод на английском это не что я скажу на русском. Насколько когда у тебя есть эта ситуация, где всех попадет на кого-то, людей вообще нету реального расследования, что происходит. Я читал очень много этих комментариев, да? Один человек сказал, он связан с мафией, а другой отвечает, это вредит, это фантастик. И другой сказал, ну, я вообще ничего не нашел, что он в мафии, ты откуда сказал, конечно, ты ничего не нашел, это потому, что он в мафии, что ты ничего не можешь найти. короче, с таким концептом, ты можешь обвинять любой человек на все, что ты хочешь. иди это, что до этого я был человек, который имел большой дистанцию с моими коллегами. И штаг квартиры после всего этого мне объяснили, что ты держишь слишком большой дистанцию с коллегами, и они тебя не знают. И когда мы их спросили, если ты все такие вещи делают, они все сказали, ну, я никогда не видел, но я не могу сказать, если это право или нет, я его не знаю. Я учил с этого, и теперь коллега, с кем мы работаем сейчас, которые до сих пор тоже сами коллеги, которые были там и оставим со мной, я учил иметь лучше коммуникации с коллегами. Понятно. Так, а теперь по поводу взаимодействия с российскими СМИ. Потому что, насколько я знаю, далеко не все СМИ находятся, так сказать, в белом списке, некоторая часть находится в черном списке, почему такая нелюбовь к отдельным, я не буду заставлять их как-то называть, но именно что за ситуации такие возникали, из-за чего с некоторыми СМИ Нинтендо прекращало общаться? Насколько я знаю, я со своей стороны просто отмечу, Нинтендо никогда не давила на то, какая будет оценка, Нинтендо никогда не разрывала отношения вне зависимости от того, понравилось нам игра или не понравилось, ключи присылались всегда в срок, все, то есть у нас в общем-то отношения были такие, исключительно дружеские, вот, вышла какая-то игра, не хотите ли получить обзор, хотим, вот, пожалуйста, ой, нам что-то не понравилось, вот, соответствующий обзор, скандалов после этого не было, но тем не менее были некоторые СМИ, которые, насколько я понимаю, да, во-первых, прямые СМИ, и у нас была, да, у нас был черный список, но очень короткий, и это был только журналист, который или мои сотрудники, или я угрожал. Как угрожал? Как журналист может угрожать? Что? Как журналист можно угрожать? Не-не-не, ну серьезно. Если вы нам не платите деньги на рекламу, мы будем опубликовать, что ваши игры говно. Но это вымогательство, и, соответственно, можно идти в суд с этой бумажкой. Это не, что мы делаем, мы сказали спасибо, до свидания, и все. Мы не работаем с такими людьми. И когда у меня, я получил жалобу от моих, есть тоже журналисты, у меня было несколько женщин, которые отвечали на пиар, и был мужчина, который плохо с ней общался, я тоже не работаю с такими людьми. Вот очень простой. Там надо быть адекватным. А в чем заключается плохо с ней общался? Ну, есть один специфический человек, который специфический, был очень плохо с ней общался. Но как? Что он мог написать такого, из-за чего она пошла к вам? Я не иду в деталь, потому что она не хочет. Не-не, я не говорю про человека. Я говорю, что можно такого написать, чтобы возмутить девушку? Плохие слова. Ну, как? Ну, у меня двух детей, я не скажу плохие слова. Я не буду матерять. Ты хочешь, что я матеряю? Скажи честно. Так, ты, стерва, немедленно дала мне ключ на легенду о Зельде. Ну, что-то такое? Нет, есть СМИ, которые реально не очень адекватные. Есть люди, которые неадекватные. И эти СМИ до сих пор работают? Я не знаю. Это давно было. Честно, эта история, о чем я говорю сейчас, это было в 3DS, на выпуск 3DS Майнкрафт Эдишн. 100 лет назад. А с блогерами были конфликты какие-нибудь? Или блогеры были более покладистыми и ничем не угрожали? Я почти никогда не общался с блогерами, Ну, черный список блогеров был, например? Нет. Ну, одна женщина украла нам консоли, какой-то лайфсайд-блогер, который дайте консоли, сделали обзор, дали консоли, и она просто нам всех заблокит. и хранили консоли, и сказали спасибо. Вот такое бывает, да, но это 0,0% нет, блогеры более-менее нормальные, ну, короче, я не получил никакие, ну, какой-то отрицательный фидбак по блогерам. СМИ, еще раз, да, было такие маленькие списки, потом, когда стала ачивка, и это моя компания, ну, список пошел помного больше. очень большой список теперь, потому что все, которые меня клеветал, все, которые опубликовали ложь на меня, когда я их писал, сказал, хаверяйте, что вы пишите, это неправда, вы просто клеветайте меня. Все, которые это делали, я никогда в жизни не буду работать с ними, и это мои абсолютные права, это моя компания, и мы будем работать только с нормальной людьми. Но ведь с тех пор во многих СМИ сменилось руководство, сменились редакторы, сменились авторы. А в другой нет. Когда меняют, мы общаем заново, да, это правда. И я помню, я не помню, в какой СМИ пришли к нам, и я сказал, я с вами не работаю, и он сказал, нет, они все ушли, это не то, не так, это другой владеет, без проблем. В другую сторону есть владеет один СМИ, который мне клеветал, который купил другой СМИ, и теперь мы не работаем с другой тоже. Видишь? Это все меняет. Карма, да, все понятно. Так, ну а потом наступил 22-й год. Наступил он внезапно, жестко, шоком стал абсолютно для всех, естественно, и компания Nintendo сказала, что мы уходим из России, и Яша Хадажа, его коллектив оказался где? Они сказали, мы все на паузу, я думаю, что на английском это зовут winding down, а как ты переводишь на русском, не могу точно тебе сказать, но естественно, мы все поняли, что вот нам надо идти в другую работу, и в этот момент пришли нам идея создавать нашу собственную компанию, и продолжать продавать видеоигр в России, для этого надо было найти в какой-то другой стране возможность открыть компанию, идти туда, открыть компанию, найти людей, найти склады, так далее, встречать все дистрибьютор игр по всему миру, чтобы попробовать, и мы это все сделали, мы юридически открыли компанию в ноябре 2022, наш первый импорт, как все знают, в этой стране, это был Metroid Prime Remaster, первый импорт, и вот в этот момент, да, я еще был в Nintendo, потому что мне надо было последнее, потому что я подпишу все как гендиректор и так далее, значит был переход, но все остальные уже пошли в ачивка, вот, и да, я закончил в конце мая, мы продолжаем работать в ачивках, мы начинали дистрибьютировать PlayStation, а сколько времени вообще понадобилось, чтобы быстро, вот настолько быстро перестроить бизнес? Очень мало времени, это было очень сложно, потому что когда мы отслеживали ситуацию, мы еще с Мишей смеялись и даже раньше отвечал только за Nintendo, теперь он контролирует весь консольный игровой рынок в России, то есть по сути теперь и PlayStation, и Xbox, вот, уже и Nintendo Switch, и все остальные, ой, не Nintendo Switch, а это самое, Steam Deck, да, то есть абсолютно все, что только можно, завозить, пожалуйста, вы завозите, вот, то есть это вы умудрились перенастроить логистические цепочки вот в кратчайшие сроки, да? Да, это было очень сложно, это до сих пор очень сложно. А Nintendo вообще в курсе, что в России работает параллельный импорт? Да, конечно, я в курсе, ну, они в курсе, как все, ну, во-первых, параллельный импорт, это публичный список, во-вторых, когда первый раз, какая разница, то есть параллельный импорт, это главный момент, потому что я читал очень много игровых экспертов, которые объясняют, что все равно ничего легального не придет в Россию. Есть вообще два разных вещи. Россия, во-первых, это одна из уникальных страны раньше, где чтобы импортировать товар, тебе надо право, правообладателя, и это идет на уровень таможни, значит, когда мы были, простите, не столкнул микрофон, когда мы были в Nintendo, если была какая-то не Nintendo компания, которая хочет возить Nintendo товар через таможню, таможню звонит и скажет, вот фотография товара Nintendo, дайте ли вы разрешение. И это только в России. В остальном мире никто не контролирует правообладателя с уровнем товара. И это была специфичная российская тема, когда список параллельный импорт, это только снять когда ты придешь на таможню, что они звонят правообладателю, их спросили, потому что они все ушли правообладателю. И они сняли имя имя компания и дистрибьютор таможенный реестр, государство сказали, окей, эти бренды любые российские компании имеют право импортировать в Россию без согласования бренда. это параллельный импорт. И мы естественно все делаем параллельный импорт, но это легально, потому что законно сказал, что мы имеем права, но мы идем через таможню. Это зовут легальный импорт, потому что мы возим товар до таможня и растаможим товар. Это значит платим госпошлина и платим НДС заранее на всю партию. А когда я разговариваю в СМИ по черный импорт и черный ритейлер, они просто не идут через таможню. Это большой страны. Это не потому, что ты можешь идти через границу и не идти в таможню. Когда ты идешь в границу, есть человек на границе, который скажет, ты куда? Я иду в таможню. Он пишет имя компании, он пишет номер машины, и естественно звонит этот груз к вам придет. На всякий случай, если он не придет. Они меняют номер машины, компания не существует, конечно, и все, эти товары не придут через таможню. И они пойдут раньше, они пошли в горбушку. Это всегда было так, ничего страшного. А горбушка встала все маркетплейсы. Доставка за 5 минут, любой черный товар пожалуйста. Значит, маркетплейс сейчас они считают, что это не их отсоценность, знать откуда товар. И если продавцы платили. Ой, как удобно. Они получают деньги, они занимаются доставкой, это их интерфейс, их платформа, они берут 20% комиссии на минимум, но это не их отсоценность. И там естественно придет товар, который не прошли через таможню. Когда товар не придет через таможню, например, если это консоль, у тебя нет гарантии. Конечно, нет. Конечно. Потому что импортер, конечно, он не исчезнет. И твоя консоль не работает, удачи. Это конечно меньше важно со стороны гарантии для покупателей для игр, сравниваем аксессуар и консоль, но разница по цене 30%. Но это именно через вас сейчас поставляются все легальные консоли и все дисковые версии. Консоль мы почти не возим, потому что какой ритейлер сейчас готовый продавать 30% дороже только потому, что он платит налоги. Если ты видишь PlayStation на 60 тысяч рублей и на 80 тысяч рублей, ты закупишь. естественно да, то есть соответственно диски. Мы особенно диски, аксессуары и да, консоль портативно много, потому что это сложно найти Steam Deck нормально, это только люди имеют возможность купить на сайте, там нет продаж магазина, а мы возим большое количество для ритейлеров здесь. А есть ли какие-то подводные камни в параллельном импорте, когда вам, например, запрещалось что-то возить или не было никогда таких проблем? Нет, есть очень много требований по сертификации и декларации, и сертификат, которые разные вещи, но это всегда было, сложнее, потому что государство сделал в 2022, я думаю, потому что импорт упал и очень сильно, во-первых, они увеличили госпошлину, например, на картридж Nintendo Switch это было 5%, стал 10%. Потом что они делали тоже, они сказали, что чтобы сертификат, который бренд делает, остается рабочим, действует, надо какую-то инспекцию каждый год, а бренд конечно ушли, а все их сертификаты все-все-все остались не действуют, а когда ты сертифицировать один товар, 100 тысяч рублей на минимум, плюс аборцы и так далее, и 3 недели. Для импортера это большая работа, а сейчас стал еще дороже, потому что нам надо все сертифицировать. Но при этом вы сюда поставляете игры и продолжаете поставлять их в СМИ и некоторым блогерам, насколько я знаю. Да, иногда. Особенно, если это какая-то популярная игра. тогда это большая партия, да, и я хочу, чтобы люди знают, что есть такие игры. Это вообще, да, это на наши деньги. У нас нет никакой, это нам ничего не дает, кроме факта, что наш клиент продает больше. То есть вы отвечаете за то, чтобы эти игры поступали на российский рынок, издатели это никак не контролируют, и при этом вы одновременно здесь отвечаете еще и за рекламу. Смешная ситуация, конечно. Я все равно считаю, что цель нашей компании Ачивка это растить консоль гейминг. Да, да, да. И растить этот сфер, потом иностранные возвращают или нет, я не знаю, и когда не важно. Самое главное это, что мы продолжаем здесь получать все, что мы хочем. Ну и все крупные компании говорят вам огромное спасибо. Все меня ненавидят, все думают, что это куши-куши деньги, которые мы супер богаты, что цены очень-очень высокие, что это космос, что нельзя. Ну ладно, на продаже одной игры сколько вы зарабатываете? Между 3 и 5%. 3 и 5%. О чем тут можно говорить? Ну, надо объяснить людей, они считают, что физические версии это космос, это не игры, которые космос, это банка, которые крадут 3% комиссии на любой трансфер. Естественно, да. 3% это большое деньги. Раньше было 0.2%, просто чтобы сравнивать. Раньше 20-22%, а сейчас пошли от 0.2% на 3%. Иногда 5% зависит, от какой валюты тебе нужны. Насколько я знаю, это как бы меры для того, чтобы защитить отечественных разработчиков игр, хотя с другой стороны думаешь, каких разработчиков игр, учитывая, что потока собственных игр, собственного производства как не было, так и нет, к сожалению. Факт, что вы будете расти в вашей индустрии локальной, это отлично, но надо быть реалистически с ожиданием. Я это сказал уже, но если Россия хочет выпускать его собственную консоль, это не чтобы только продавать в России. Очень много людей скажут, мы в России один, у нас нет друзей, все враги и так далее. Фактически мир, вы в большой часть мира. Запады это один человек на 8 в этом планете, а есть 7 человек на 8 в этом планете, которые не из Запада. Значит Россия надо дружиться с Африкой, с Латинской Америкой, Сарабской страны, с Азии. И если она выпускает консоль, пусть она выпускает консоль, которая продает на все эти страны. И это круто в этом случае. И раз уж мы поговорили про ачивку, есть еще другая организация, которая называется Ради Видеоигр. Организация, у которой очень интересные идеи, организация, которая как бы отмечает, какие игры подходят под российское законодательство, возрастной ценз согласно российскому законодательству. Если какая-то игра не соответствует, наверное, вы не решаетесь ее ввозить. И вот здесь вопрос, были ли такие игры, которые из-за особенностей российского законодательства вы отказались ввозить? первая ради видеоигра почему создал? Мы импортер и ретейлер все вместе собрали и поняли, что у нас один первый проблем. Раньше это было Nintendo, Microsoft и Sony, которые ставили возрастные категории сам на игры. И плюс отмечалось иногда перевезена игра на русский азарт или нет. Короче, информацию они предоставляли. А теперь мы купим эти игры заграницам и конечно нет никакой маркировки. И мы думали в какой-то момент это будет проблем. В какой-то момент государство предел сказал где русские возрастные категории которые наши законодательства. Значит мы решили задизайнить все добавили больше информации по языку. Ради видеоигр они рекомендуют все члены ассоциации что можно возить без проблем и что есть риск потому что контент может совпадать негативно с российской законодательством. Наша работа это предупреждает чтобы все решили сам себя. Моя ачивка например мы очень маленький и мы не можем взять риск возить товар и потом получать запрет его продавать и сидеть в этом столько потому что у нас такие деньги нет. Значит например мы не возим Last of Us и Life is Strange когда есть другие дистрибьюторы которые готовы взять такие риски и кто эти дистрибьюторы давайте выясним. Ладно шутка я не буду сказать потому что потом будет сказать что они специализируют на ЛГБТ ИГР это не то вот но если вы видите на прилавках Last of Us 1.2 это это не ачивка да нет нет стихи ачивка но идея это просто потому что мне надо у меня 20 семья 20 коллег я не могу принять такие риски потому что у меня нет финансовой структуры чтобы сказать о окей эти тысячи игр это патеры так невозможно значит я не беру этот риск другие берут там игры доступны ну как люди могут купить эти игры они дороже чем остальные короче это неправильно ради видеоигр это возраст категории это естественно информация по PPSA потому что Sony это какой-то кошмар для игроков потому что они меняют версию и ты купишь диски ты можешь повышать русский язык нет короче мы попробуем питаться помогать людей с этом и естественно я как представитель член ассоциации начинаю бороться против эти черные реселеры на маркетплейс потому что они убьют наш бизнес мы платим всех налоговые соблюдаем законодательство это крупные компания которые нанимают на работы куши людей да это целеэкономии а у тебя есть людей которые просто не платят никакие налоги и с помощью маркетплейс который зарабатывает за эти людей продает игры 30% дешевле и вот сейчас компания ачивка заводит одновременно игры для нинтендо для плейстейшн для иксбокса что идет лучше всего что продается лучше всего для какой платформы нинтендо мы импортируем меньше меньше чем иксбокс меньше чем когда мы были по объему но они очень хорошо продают playstation playstation ну наши специальности это зовут day one это значит что мы предоставляем игры первые и обычно мы привезем игры на релиз и мы единственные которые предоставляем игры на релиз и первые две недели мы один и ритейлер который купит у нас все продает за этот период после две недели придут черный импортер который в этот момент если у тебя еще есть сток твой сток мертвый это все и ритейлер купит сейчас естественно дешевле они купят только для промежуток два-три недели если они не продают до этого до момента черный импортер придется с играми все надо тоже понимать что эти черные импортеры они не знают по играм значит они импортеры импортеры очень много сколен бонз они очень много суисайд сквад потому что они не понимают ничего и это хорошо они сидели с этим столько долго но что я хочу сказать это что если официальный белый ритейлер остановит продавать видеоигры только эти черные будут возить они будут возить что они думают продают и все маленькие игры уже не будет и все большой плохой игры извините для Ubisoft мои друзья или Warner Boss не мои друзья что вы делали для Mortal Kombat впервые заблокировали русских игроков это просто позор на вас и я никогда не буду забывать вот это маленькое сообщение Warner Boss англичанин мои люди как француз это мои любимые вот извини значит вот опять сейчас есть дешевле игр коробочные эти чуваки эти черные ритейлер в этом marketplace они будут убить общее предоставление физических игр в Россию и будет только AAA только большой не очень хорошие игры иногда и все остальное не будет возможно найти потому что большой ритейлер который специализирует на игр или продает игр они будут сокращать 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 эти отдел потому что конкуренция невозможна так ачивка завозит специализируется по дисковым версиям игр ну и картриджи для нинтендо есть очень опасные слухи связанные с тем что следующее поколение консолей уже будет без дисков тогда что делать будем во первое да на microsoft мы возим microsoft иногда потому что есть ритейлер который спросит пожалуйста но в реальности это не время где сони и нинтендо будут выходить от физических носителей то есть они не откажутся я это не веру может быть кто-то думает такое я не веру есть другой момент опять физически версия можно его перепродавать все скажут что дорого но это ценность в основном то да люди покупают физические версии игр как раз таки из-за того что купил прошел получил удовольствие и передал другу товарищу я сейчас работаю именно поэтому кстати консольные игры они не такие дорогие как может показаться потому что люди их часто покупают или в складчину или просто уже рассчитывают что вот он купил диск потом он его продаст отобьет кучу денег и вот соответственно вот так я пытаюсь сейчас работать с правительством чтобы имплементировать QR-код для игры который пройдет через таможню значит только такие игры можно продавать и люди сказали ой я не могу продавать мои игры на Авито ну конечно ты можешь продавать твои игры на Авито люди купят физические версии играть потом или сохранить для коллекции или перепродавать и это всегда будет возможно и слава богу это цель и мы не здесь чтобы убить наш собственный бизнес и мы не здесь чтобы жрать на спину игроков я понимаю что я иностранный что я много предоставляю большой корпорации но это не так а если мы говорим про особенности российского рынка когда начали завозить игры для всех платформ и ну в общем-то всех самых разных жанров какие игры лучше всего в общем-то идут на российскую аудиторию ну вот футбол очевидно да если ты хочешь топ 10 франшиз ну вот да какие франшизы наиболее популярны ну сейчас это фифа гта гта до сих пор продается гта ты не представляешь вагон годовой гта 5 остановите скоро гта 6 уже выходит гта 5 физически версия предыдущем году было где-то 50 тысяч копий ничего себе это игре сколько лет да да вот нет это вот мортал комбат раньше варнер босс начинал попробовать убить их франшиз в россии но мортал комбат 11 достаточно хорошо продает потому что мк1 заблокировали онлайн ну на консолях там уже люди быстро нашли способ как разблокировать у нас нет права сказать как используют но есть естественно да вот вот что ну естественно все эти марвел хорошо продают марвел до сих пор хорошо спайдермен человек-паук это в топ 10 год в топ 10 вот а нинтендо игры попадают в топ 10 да зельда до сих пор ну до сих пор тиркзов до кинда миссис феномбур один из самых продаемых игр в россии предыдущем году этом году уже меньше да естественно но когда есть большое Mario Wonders очень хорошо продавали тоже слоники Mario не слоники это это потрясающе конечно так ну понятно по поводу консоли которая наиболее популярна в нашей аудитории это playstation ну и соответственно логичный вопрос долгое время вы имели дело только с нинтендо играли в игры для нинтендо естественно какие-то игры вам нравились у вас огромная коллекция амиба вы ее постоянно пополняете очевидно что вы кайфуете от игр нинтендо но потом вы познакомились со взрослыми игровыми платформами начали ли вы играть во взрослые игры или по-прежнему время уходит на марио и зельду я вообще у меня нет другой консоль чем свыше дома у меня двух сынов один 6 другой 14 и мне нравится играть в видеоигры с ними а плейстэшн к сожалению забыла что такое кооперативные игры что такое детские игры все понятно просто я люблю играть в видео игры как отец с моим детям и мне нравится игры где мы два-три персонажа мы вместе играем ну это как я люблю играть семейные я люблю партии игры и так далее я буду в какой-то момент купить плейстэшн наверное ради чего ну я хочу купить плейстэшн я просто еще ну а есть какая-то игра которая бы заставила там поиграть во что-то на плейстэшн ну мой сын очень большой фанат человек паук значит я хотел даже купить плейстэшн у меня у меня супер длинный список это все что я делаю если вы отец и у вас есть детей вы хотите играть с ними первая очередь лего сети undercover это лучшая лего игра в истории и можно играть 2-3 года и кооперативно и один это фантастик просто все кирби кирби это хорошо потому что как супер марио одиссе или другие марио где у вас есть главный персонаж и другие персонажи которые детей можно играть и которые если умирают возвращают сразу там меньше давления на маленьких детей потому что они не задержают остальных игроков и так далее потому что они бессмертны это так в кирби я рекомендую супер марио одиссея это фантастические игры вы не играете марио ваш сын играет марио а вы шляпы помогите лево право это отлично кирби вы можете играть как кирби и он можешь играть как метанайт и как второй игроков как и все игры типа черепашки нинджа тоже нормально короткий но идет а у нитендо свитч есть палки махалки джойконы которые можно соединять супер марио партии мы играли столько же что я на овердоз уже но супер марио партии это бомба это бомба ты можешь играть на эти мини игры а не было такого что случайно сыну так смайлинг как квартира но все пока все жив они один one two switch играли вместе они играют на волшебнице просто в интернете когда пошла мода на эти контроллеры движения было очень много роликов когда то кота под футбол ребенка случайно ударит это все нормально но и джазданс тоже ты можешь ударить это легко и вот в россии после всех этих событий задумались о том чтобы сделать свою игровую консоль как думаете получится учитывая что все по-прежнему заводится нинтендо по-прежнему заводится playstation и по-прежнему заводится xbox хотя скорее всего с xbox уже все понятно вот перспективы российской игровой консоли хоть какие-то есть я был на круглый стол по поводу этой темы я буду повторять что я сказал туда это политические решения очень много секторов индустрии камера видеоигр принтер это картель 3-4 большие западные компании которые все контролируют факт что ваш президент он не твой они дружат русский президент скажет что мы хотим сломать этот картель мы хотим наши собственные товары которые мы конкурируем запад и считаем это абсолютно нормально это политические решения и политические решения это значит что возможности будет только если есть политическая поддержка и много разных стран вместе никакие частные компании можешь успешно и прибылно проводить этот проект до успеха это просто невозможно надо 30 миллионов копий консоли чтобы она более-менее прибильна надо минимум 1500 игр на launch есть много специалистов экспертов которые скажут что нужно дешевле Steam Deck до версия который будет только с free to play ну да есть тоже мусор можно все сразу бросать в мусор то же самое извините но free to play консоль это не консоль это какая-то игрушка вот если вы строите какой-то русский Steam Deck естественно надо заранее строить систему чтобы много разработчиков разной страны можешь представлять их игры забывайте по западной не только запад в мир опять и много разработчиков от разной страны если они опубликовать их игры туда там шансы есть и будущее есть вот о чем я говорю если Россия только смотрит на Россию эта история нет конечно но если она открывает к остальным мирам и соединяются все остальные мир не западный она может быть один из лидеров мира в сторону видеоигр если они хотят потому что людей есть идеи есть skills есть ну короче у вас ресурсы интеллектуальные ресурсы есть это самое главное я просто здесь можно уже маленькую дискуссию ну если не начать то хотя бы поддержать я просто не очень понимаю зачем нужна консоль на рынке где очень сверхпопулярны ПК и где очень популярны игры на смартфонах то есть сейчас молодая аудитория в основном выбирает себе смартфоны в качестве основной платформы и прекрасно себя чувствует огромное количество людей как играло так и играет на ПК вот консоли если кто захочет он всегда найдет способ купить как и игры к ним с этим тоже проблем не возникает зачем в этих условиях нужна консоль то есть это низшего устройства разработчиков сейчас вот такие соответственно рассчитывать на огромный поток не приходится поэтому да большой вопрос так никто не нужно если у тебя есть Индия игры недорого из Бразилии и другие страны которые предоставляют на консоли если у тебя есть возможности играть на игры которые ты не мог их найти в Steam после страницы 75 ну да почему нет но если как ты сказал ну да никто не нужен согласен и один из последних вопросов что удерживает сейчас в России ну вот когда история с Нинтендо там закончилась да кажется можно было собраться и уехать обратно в Париж ну все иностранные ушли и даже в наш сектор я остался один у меня двух детей я развел с женой развелся если я ухожу я не вижу моих детей это не вариант я с моих детей каждый выходной я буду продолжать значит я знаю что я здесь на следующие 10 лет на минимум растет 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 и продажа и дистрибуция и количество товаров я никуда я я все вспоминаю последние 17 лет в России я вспоминаю каждый игру жур каждый смит каждый комментарий все на карандаше у меня такая память селективная ну есть память вот и я еще здесь за 10 лет вот ответ я оставлю здесь для моих детей и я использую это время чтобы быть с ним и развивать нашу компанию ачивка но вообще нравится как развивается Россия вот за последние 17 лет потому что очевидно когда вы приехали это была одна картина сейчас картина совершенно другая ну честно да совершенно другой но я я абсолютно я очень я охренел последние два года потому что количество санкций которые получили от страны это нереалистично это я никогда не видел этого даже близкий эквивалент этого никуда не был ни Иран никакой страны я никогда не видел этого я первый раз видел импакт санкций на обычных людей на всех нашей обычной жизни как наши жизни меняли и как россиянины просто держали и на все этот апокалипс строили заново ну блин это когда ты видишь как быстро страны перевернули и рост ввп количество конечно не все идеально конечно все дорого понятно потому что это очень сложно и дорого возить товар в россию все эти страны друзья россия они друзья потому что они жрут огромные комиссии потому что они знают что у нас нет выбора да hello turkey hello the united arab emirate hello china вот значит да они берут огромную комиссию и за этого ну это потому что они понимают что у нас нет выбора значит еще все дорого но блин смотри округ тебя смотри в этом торговый центре сколько магазин было закрыто год назад а сейчас они тебе скажут что нет места все бронирование русский бренд окей много которые производят в китае окей не все идеально но блин это очень круто и русские люди просто я и страны где все жалуют постоянно я помню что жалуются жалуются да значит мы например если наш график по поездам меняют да мы можем забастовывать на улице понимаешь пожарить город потому что меняли поезд за 7 минут понимаешь это мы знаменитые бунты в парижске мы любим жалобы а здесь это просто опять 4 часа самолет между Париже и Москва а здесь людей я не знаю слово на русском это терпение и сильность и они такие и это очень впечатляет после 90-х нас сложно чем-то удивить ну и последний вопрос дело в том что мы зачастую на нашем канале в наших скетчах я знаю что вы иногда насмотрите изображаем французов не обидно ли как ты знаешь что когда я смотрю ваш скетч с моим сыном или моих коллег и вы говорите человек из компании Ubisoft ну блин у меня тоже такой акцент что делать то есть у нас получается да у вас получается это не очень трудно говорить настоящий по-французски если ты хочешь нет я не обижаю и Ubisoft надо продолжать их троллить я надеюсь что они найдем обратно правильный путь и остановить ну в этом году выходит Assassin's Creed посмотрим я видел цены мы уже получили цены для для Star Wars и для для Assassin's Creed внушают уважение да да ну эти Gold Edition и так далее блин Eldivers был такой хороший пример вот игр надо стоить 50 евро да это нормальная цена честно факт что норма это 79.99 евро значит для нас это 8000 плюс 10% госпошлина 9000 9000 рублей ну зачем ну это когда они тебе продают 80 евро это игра сервис где они прекращают сервис ну блин я понимаю почему люди недовольны я реально я думаю что надо больше комментировать на хороший инди на игры которые недорого но мое видение это нормальная игра надо стоить 5000 рублей отлично это это нормальная цена хорошая игра большой вот они блин 9-10 космоса вот а все нападают на MVM на MVD да потому что да они любят ставить какие-то космические цены иногда но надо тоже понимать опять они купят все белое легальное да и их есть очень большой лояльный программ значит это как идти в супермаркет где ты придешь и ты купишь и ты думаешь блин все дорого нет типа по 10% дороже чем везде ты придешь на кассу и они тебе скажут у вас нет карта магазин ты скажешь нет и тебе скажешь ты что обязательно карта потому что все минус 10 с картами и они тебе сразу дают карта мы видим это более менее то же самое если ты можешь всегда сделать скриншот какой-то большой цены и жаловать но реальности это если ты следишь на все эти группы в ВК где есть скидка ну и тоже игры с 3000 скидка 1500 рублей можно купить большой игр короче всегда можно жаловать на цены всегда будет всегда есть эта идея что мы в индустрии которую мы возим мы финальный босс сигар да очень много денег в реальности это что мы возим иногда игры в минус только потому что мы хотим что эти игры были потому что есть команда игроков они все фанаты игр и они говорят Яша ты тебя надо возить все встал но он уже выпущен цифровый это будет сложно продавать и что ты не можешь не выпускать си оф старс ты понял окей возим и самый последний вопрос от меня как можно так безупречно отгладить рубашку я сколько не гладил мне никогда так не получается все во первых надо утюг philips а не tefal потому что я всегда вы сами гладите да да я живу один надо гладить сам tefal это была моя любимая бренда но лучше купить только для кастрюли утюг не очень philips хороший утюг все интервью любуюсь господи как это прекрасно ну вот каждый день буду учиться тренинг тренинг огромное спасибо спасибо вам